всем моим зрителям привет добро пожаловать на мой канал сегодня немного решила сменить фон надеюсь вы не против и сегодня снимаю видео первые 10 замен если вся косметика пропала на самом деле мне предложили мои подписчики сделать такое видео и мне очень интересным показалась эта идея сразу же схватила блокнот и начала просто представлять выбирать чтобы лучшее я бы вперед первую очередь купила и заменила но на самом деле я вам буду показывать какие-то альтернативы в общем по ходу вы поймете что я имею ввиду и приступим начну с тонального крема я очень долго думала если вы давно смотрите мой канал вы знаете что в моем арсенале перебывало порядка 50 тональников это точно потому что я самый настоящий тональник и маньяк и все-таки из последних мною любимых относительно я бы наверное выбрала вот такой тональный крем от римль это match perfection почему потому что он увлажняющий в меру он не можно его сделать с полным покрытием в общем хорошо перекрывает не знаю и еще у меня такие были критерии что он относительно доступен я не знаю по крайней мере у нас вы можете пойти в магазин и купить его так чтобы не заказывать нигде не ждать не париться и относительно тоже недорогой по скидкам можно около семи евро у нас вы лично прикупить но конечно такой минус есть что он темноват конкретно у меня хотя у меня самый светлый оттенок но оттенки в европе в россии и в америке вообще всегда отличаются частенько вернее в тональных основах поэтому в общем я бы выбрала его скорее всего наношу я его спонжем я его очень полюбила даже за последнее время он относительно недавно правда в моей косметичке в общем я подробно рассказываю всех тональных основах мне недавно на канале вышло видео я оставлю ссылочку внизу и еще не еще вернее а либо этот либо этот я бы выбрала катрис просто катрис у нас недоступно и нужно заказывать его в интернете если у вас например в магазине представлена стендис катрис то я бы пошла наверное купила вот этот all matt plus я тоже люблю очень этот тональник стоит он вообще 7 евро где-то 6 чем-то и не знаю мне к ним нет к нему нет никаких претензий в общем выбрала либо этот либо этот но все-таки вот этот ставлю как бы на первое место по доступности потому что он у нас доступен в каждом косметическом магазине в общем-то далее консилерам перейдем наверное здесь будет не новость я бы выбрала катрис ликвид камуфляж очень давно им пользуюсь уже полтора года как точно мои ходовые оттенки это 0 0 5 и 0 10 у меня стараюсь чтобы все время какой-то новенький лежал про запас конкретно сейчас как раз такая ситуация здесь у меня уже такие изрядно попользованные консилеры но сейчас последнее время очень люблю пользоваться make a revolution если вы знаете поэтому эти у меня сейчас пока лежат но я бы выбрала этот консилер он стоит где-то три с половиной евро вот так вот далее вообще не очень так просто все это было бронзер так это будет номер три бронзер я бы наверное совершенно точно выбрала богама мама от дебальм конечно он не очень доступен лично у нас не продается нужно заказывать в интернете но я так подумала подумала глядя на все даже мои очень бюджетные бронзеры этот но относительно от 15 до 17 евро где-то стоит ну как бы не очень дешево но он у меня уже так давно и моя рука тянется к нему просто постоянно это совершенно стопроцентно мой фаворит с ним нельзя переборщить его можно наслаивать что я очень люблю потому что я светлокожий оттенок у него идеальный также им можно сделать и контурирование при желании и отконтурировать нос и под губой также его можно использовать как тени для глаз что я последнее время очень часто делаю и это стало очень популярно и модно чтобы сочетался у вас оттенок на косточки глаза на складке века сочетался с оттенком вашего бронзера то есть на скулах все это смотрится монохромично монохромно в общем и неплохо в общем я бы безусловно выбрала этот бронзер и он бы был даже довольно многофункциональным то есть я могу использовать его как бронзер как контурирующий оттенок и так же как матовые тени складки века вот далее тени собственно я тоже долго выбирала мне довольно таки много так это будет номер 4 довольно таки много теней в основном мейка преволюшен но я уже рассказывала про эту палетку у меня даже есть отдельный обзор моя самая любимая палетка нюд потому что я человек абсолютно нюдовых макияжей не люблю особо ничего яркого и вычурного в общем эта палетка уже у меня вся затертая но называется она your the best thing здесь 10 матовых и 22 шиммерные тенюшки здесь есть в принципе все что мне нужно для макияжа оттенки для складки как более холодные вообще такие как сказать то уходящий фиолетовый маф по-английски что было раньше очень популярно также есть здесь теплые здесь есть даже черный здесь есть очень много шиммерных таких землянистых оттенков бронзовых даже какие-то розовенькие бежевые золотистые коричневые что я очень люблю и ценю вот такие вот с красным подтоном коричневые что сейчас тоже очень модно можно сделать какие-то бургунди какие-то рыжие макияжи в общем-то золотых даже несколько вариантов есть более спокойный золотой более яркий золотой какие-то персиковые оттенки вот опять таки есть здесь есть сатиновые есть очень шиммерные в общем это такая многофункциональная палетка сказала бы я поэтому мне бы наверное на первое время ее бы точно хватило далее к теням еще как ни странно но наверное я бы выбрала вот такую тенюшку essence snowflake у меня вот такая вот сломанная почему странный возможно скажете вы выбор но я пользуюсь этой тенюшкой практически каждый раз когда делаю макияж и я поняла что когда у меня есть вот эти тени я могу разнообразить любой макияж во первых я всегда наношу в уголок глаза данные тени они супер супер пигментированные супер мягкие с ними нужно как бы аккуратно чтобы они не рассыпались потому что они на самом деле очень мягкие такие прям полукремовые по текстуре качество в общем зашкаливает конкретно у этого оттенка essence не все тени essence мне нравятся так как эти и последнее время я наношу эти тени буквально на центр века и ваш макияж сразу становится ярким сразу становится свежим весенним любые даже более какие-то не то что даже очень темные любые оттенки наношу например любой какой-нибудь золотистый любой красноватый любой который такой средней темности хотел сказать не очень темный но не очень светлый и с помощью вот этой тенюшки я могу этот макияж просто очень даже разнообразить в общем то если хотите я могу сделать такой макияж в общем то ну это и так тут нечему обучать и так все понятно в общем то это было у нас раз два три четыре это был номер пять замен в общем то snowflake это тени бюджетные далее перейдем дальше опять тени это maybelline color tattoo тоже в оттенке белым 45 infinite white кто-то скажет может быть довольно странный выбор но я так рассуждала для этого видео что мне нужно накрасить все аспекты своего лица и продукты должны быть как бы многофункциональными да консилером я могу использовать например как базу под тени но вот без этой штуки я не представляю какой-то яркий макияж или любой даже на каждый день так как я люблю высветлять века свое подвижное поэтому эти тени мой верный друг это моя третья упаковка уже хотя учтите что их хватает очень надолго на пару лет наверное такой банки и это моя третья уже упаковка то есть сколько времени я пользуюсь этими тенями можно нанести их совсем немножко можно их нанести понасыщенней если вы хотите поярче но просто фишка в том что они светлые и любые тени которые вы нанесете сверху то есть будут ярче это определенно точно так как я люблю шиммер в основном на веке то то что они с блесками то что эти тени шиммерные как бы меня как бы не пугает я не очень люблю мотировать свое веко ну хотя как базу я сказала что я наношу консилер в общем то так что это было бы абсолютно точно номер шесть моей косметички дальше пудры и хайлайтеры в общем я очень долго думала на самом деле без пудры конечно же не обходится ни один макияж без хайлайтера естественно тоже но десять замен я считаю это очень мало особенно для таких маньяков косметики как я я просто хотела вам показать пудры на самом деле я их не выбрал для этого видео но я бы выбрала если бы выбирала пудру выбрала бы эссенс вот эту вот беленькую либо катрис вот эту оумат либо катрис еще вот такую prime and fine примерно все они такие заюзанные и до дырочки затертые они мне все нравятся примерно одинаковые как-то к пудрам я не очень привередлива я бы выбрала одну из них возможно даже пошла бы купила эссенс потому что она самая доступная и самая бюджетная из них там пару евро наверное стоит но так как число десять у меня в общем поджимало я решила что я выберу лучше вот такую вот одну палетку в которой у меня будет и пудра и хайлайтер то есть такую вот хитрость в общем то сделала бы здесь есть вот такая вот пудра первая уже не раз рассказывала об этом продукте вот эта пудра она светлая но на самом деле она полупрозрачная я последнее время только ей пользуюсь она отлично закрепляет мой консилер под глазами и вообще легкой вуалью отлично наносится на все лицо обожаю 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 эту пудру в общем то видно что она у меня такая конкретно уже под затертая и здесь еще есть целых два хайлайтера на выбор которые я тоже очень люблю поэтому универсальная палетка сэкономила сэкономила бы и деньги и время купив эту одну палетку и про хайлайтеры тоже не буду сильно заострять внимание эта палетка относительно недавно в моем арсенале первый вот этот вот средний более бежевый оттенок и другой более холодный они полупрозрачные но их можно наслоить можно их сделать легонько можно сделать их вырви глаз такая очень универсальная палетка еще раз повторяюсь это революшн косметика хайлайт палет и называется она называется rose lights стоит она где-то 7-8 евро наверное и так это было у нас 1,2,3,4,5,6 в общем я не знаю у меня осталось 3,4 в общем дальше тушь я бы наверное выбрала любую бюджетную тушь ну как любую я пошла бы и купила бы тушь от essence либо вот такую если бы она была в наличии потому что я ее очень люблю либо даже если бы этой не было я бы купила какую-нибудь вот такую попроще подешевле наверное она стоит потому что она более старенькая ну я так думаю это стоит порядка 3 евро это может быть около двух я точно даже не знаю но обе они мне нравятся и одну из них я бы определенно пошла бы и купила у них у обеих натуральный ворс что для моих ресниц очень даже подходит дальше помады изначально я к себе в список сразу же записала вот эту помаду это Maybelline 725 оттенок Tantalizing Top я бы наверное пошла бы ее купила это мой любимый ньют оттенок она не розовая не персиковая не коричневая она что-то такое все вместе очень красивая на губах она не смотрится такой рыжо-коричневый как на свотче вот сколько я уже использовала для меня это в новинку чтобы какую-то помаду вообще добить все помады у меня стоят целиком я вообще могу губы не красить так для каких-то съемок макияжей а так я могу спокойно каким-нибудь маслом для губ намазать губы и побежать потом я подумала что лично не лично конкретно у нас где я живу в эстонии у нас помады Maybelline не самые дешевые помадка такая 9 евро наверное стоит ну со скидкой может быть можно за 6-7 евро купить я подумала что вот у меня есть новая помада от Essence которую я купила буквально за 2,5 евро она не матовая она такая совершенно глянцевая я бы может быть пошла бы и купила даже ее потому что она тоже нюдовая и она дешевая и она доступная в общем какую-нибудь бы из них я бы выбрала дальше остается два продукта это оба продукта для бровей вот такой вот карандаш но я бы не стала советовать конкретно его лично просто в моей коллекции он вот такой нашелся здесь уже все стерлось это Wet n Wild на самом деле каял оттенок у меня даже не знаю какой уже потому что все подтерлось даже не могу найти какой оттенок ну в общем коричневый такой шоколадный оттенок он не рыжий что самое главное и для меня лично каял не является чем-то таким чем я например не могу заполнить брови то есть этот продукт был бы для меня таким многофункциональным я могу сделать стрелки с помощью этого карандаша как на верхнем веке так и подвести слизистую каялом коричневым что даже очень удачно и также могу оформить им брови то есть такой многофункциональный тоже продукт я решила что выбрать его он стоит дешево где-то два с чем-то единственное конечно что Wet n Wild далеко не везде доступен но я бы выбрала наверное любой какой-то коричневый карандаш который более-менее по оттенку мне бы подходил для бровей и для слизистой в общем-то ну и последний продукт это опять-таки essence у меня такое все бюджетное я вообще в основном бюджетной косметикой пользуюсь потому что мне это по карману и мне это нравится единственно какие-то бывают тональники только покупаю в общем отхождение от темы я бы выбрала essence make me brow именно в светлом оттенке когда я даже была темненькая итак essence make me brow в светлом оттенке когда я даже была темненькая когда я сейчас светленькая я пользуюсь все равно и мне нравится можно сделать брови потемнее с помощью карандашика и светлый гель сверху вот такой вот с фиброй он как-то их хайлайт что ли такой придает в общем я не знаю как это объяснить мне безумно нравится этот гель у него безумно удобная щетка он бюджетный есть продукты для бровей и подороже но рука тянется к этому в общем то но брови свои без такого геля я уже больше не представляю поэтому я бы безусловно выбрала его ну и на этом я буду наверное заканчивать в общем то вот были 10 замен которые я бы выбрала если бы вся косметика не дай бог тьфу 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 надеюсь такого никогда не стучит не случится потому что я очень люблю свою косметику напишите пожалуйста в комментариях какие ваши любимые просто маст хэвы чтобы выбрали вы и так далее и тому подобное всем спасибо за просмотр и всем до новых встреч пока